всем привет меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на моем канале и друзья я сразу хочу обратить ваше внимание на то что у меня вот здесь под бровью зеленка да это зеленка нет времени объяснять но меня никто не бил у меня не валерьянка не краснуха меня не валерьянка просто небольшая кожная проблема которая лучше всего решается именно зеленкой поэтому перфекционисты простите я именно поэтому сижу в очках чтобы так сильно не бросалось это в глаза навела уют как могла свеча есть пальма есть растение есть зеркало горит свет есть гранатовый сок налила короче конец недели значит пришло время обсудить новости давненько ничего не обсуждали я все копил копил копила эти новости потому что все таки я стараюсь обсуждать именно музыкальные и так что же моя книга сплетен говорит нам сегодня свежачок свежайшие новости леди гага переехала к брэдли куперу брэдли купер для начала давайте восстановим хронологию событий брэдли купер американский актер певец и режиссер в апреле 2015 года купер начал встречаться с российской супермоделью ирины шейк в марте 2017 года у них родилась дочь лея 2018 году купер снял свой первый фильм с музыкальной романтической драмой звезда родилась в главной роли снялся сам купер а партнершей по фильму стала леди гага после выхода фильма в сми бесконечно муссировали слухи о возможном романе между купером и гагой но звезды все отрицали слухи о расставании брэдли купера и ирины шейк появились в сми после последнего совместного выхода пары на церемонии вручения оскар в феврале этого года тогда актер и новоиспеченный режиссер открыто флиртовал с леди гагой когда купер и гага исполняли главный хит фильма шеллоу у многих возникло такое чувство будто они вот-вот поцелуются причем шейк тот вечер тоже была в зале после церемонии гага заявила что на оскаре купер всего лишь подыгрывал ей и никакой измене которую ему приписывала общественность не может быть и речи но тем не менее после этого актера и модель больше не видели вместе в июне этого года ирина шейк официально съехал от брэдли купера буквально вчера таблоиды взорвались от новости леди гага переехала к брэдли куперу в дом по словам инсайдеров купера гага уже избавились от вещей которые в доме напоминали ошей более того певица обратилась к дизайнеру чтобы поменять интерьер и заказала даже новую мебель ну во первых меня эта новость вообще не удивило потому что по моему все было очень очевидно несмотря на то что они до последнего отпирались и отрицали но слишком много фактов указывало на то что у них явно вспыхнули чувства друг другу и что-то происходит когда ирина шейк съехал от брэдли купера как-то уж совсем все стало подозрительно я не могу понять одного чего все так сходят с ума поэтому брэдли купер для меня он такой неинтересный пресный деревянный какой-то чел всем он сердца разбивает всем изменяет от всех уходит и все значит слезы по нему льют господи было бы по кому серьезно него на роже написано что он товарищ мерзкий верю ли я в этот союз но однозначно нет мне кажется это ненадолго потому что что брэдли купер не совсем дружит кукушкой что леди гага такая личность эксцентричная ну вспыхнули у них чувства ну затмило розовый пеленаем глаза сейчас они немножко в эту любовь поиграют ну и разбегутся скорее всего жалко только что вот у купера в браке с шейк осталась дочка маленькая вот это конечно мне кажется не очень хорошо все его сейчас осуждают ну кто-то поддерживает конечно я его не осуждаю не поддерживаю в целом это его дело но не осветить эту новость нельзя потому что так давно этому солилась уже полгода все строили предположения пытаясь понять есть между ними что-то или нет вот наконец-то мы получили какой-то результат ержан максим и микела абрамова выпустили клип на совместную песню божечки кошечки все уже давно знали что они эту песню записали они пели на новой волне и еще до того как они официально спели кусочек с репетиции попал в сеть честно говоря эмоции от всего этого противоречивая очевидно что ержану простите я кстати выяснилось что его зовут ержан они максим очень сложно мне кажется очевидно что ержану наверное за это платит но не лично ему его семье но потому что слабо верится в то что они с микелой такие друзья и я не думаю что микела сама как-то очень этим довольна поэтому это просто очередные игры взрослых а именно игры мамы микелы и непонятно зачем это нужно и песня симпатичная которую им написали она такая взрослая а поют дети этот маленький смешной ержан пухленький такой поет про любовь этой микеле а не знаю и обидно что этого ержана все так защищали и чмырили эту микелу а он просто теперь спекулирует на все это истории снимается в каких-то издевательских рекламах и записывает трек с микелой которая типа его враг я не говорю о том что они должны были друг другу кислотой в лицо плеснуть на просто это все выглядит очень фальшиво ну понятное дело что это все как я уже сказала игры взрослых игры их родители и за этим наблюдать неприятно потому что несчастные дети здесь выступают просто как какая-то разменная монета дизлайк ну и к слову о дуэтах по моему вчера вышла совместная песня убили а лишь и джастина бибера но точнее это не совсем совместная песня это ремикс на ее главный трек альбома bad guy и джастин бибер просто спел там один куплет написав к нему немножко другой текст поклонники 17-летней певицы били а или же знают знаменитость с детства влюблено в джастина бибера били призналась в этом журналистом еще в ноябре 2018 года когда мне было примерно 12 лет я была не просто его фанаткой походу он был моей первой любовью это был человек в которого я влюбилась и я представляла что он влюблен в меня это были практически отношения по воспоминаниям девушки ее влюбленность была такой сильной что она все время плакала просто потому что он не знал о ее существование марте 2019 года бибер подписался на инстаграм певицы и постучался к ней в директ по ее словам это был очень неловкий момент первым что мне прислал был скриншот какого-то глупого сообщения которые я прислала ему в 2014 году вы же знаете когда подписываешься на кого-то можно увидеть переписки все что они тебе присылали до этого поэтому мне было приятно и супер неловко одновременно после этого бибер опубликовал у себя в сторис фотографию девушки с подписью били а лишь когда я впервые и написал а спустя месяц били встретилась с любимым исполнителем вживую на фестивале куачелло бибер решил удивить певицу и встал рядом с ней во время выступления арианы гранде видео встречи двух звезд опубликовали фанаты а сама девушка после долгих объятий вы говорила чуваки это просто какое-то чудо вчера вышел их ремикс на песню били а лишь bad guy в качестве обложки они выбрали детское фото били на котором она стоит в своей комнате а сзади на стене можно разглядеть многочисленные постеры с джастином бибером я послушала эту песню и мне не понравилось я сначала себя как-то начала корить за этой потом блин да что же это такое да что же все не нравится как ты надоело а потом я зашла почитала комменты других людей и выяснилось что я не одна такая многие заметили то что заметила я а именно то что джастин бибер вообще не вписывается в эту песню и многие отмечали что голос не подходит к этой песне манера его не подходит к этой песне но на самом деле дело не в этом я думаю что главная проблема в том что очевидно что вокал били а лишь оставили оригинальный который был в оригинальной версии трек она его не переписывала джастин бибер сиди где-то у себя дома где он там же в калифорнии в лос-анджелесе просто записал куплет прислал видимо били а лишь ну или она ему прислала минусовку и вставил его туда и очень слышно что этот куплет был записан в другом месте на другой микрофон эта разница она жестко бросается я лично всегда это замечаю это очень коробит и я думаю именно поэтому многие люди которые не очень разбираются обратили внимание на то что он как-то вот туда не вписывается но не вписывается именно вот по этой причине как бы ребята решили не заморачиваться хотелось чтобы они вместе спели припев может быть сделали бы какой-то там бридж прикольный возможно сделали бы какое-то двуголосие классное но мы этого не увидели мы увидели просто встроенный вставленный туда куполет бибера который как-то ну никак не отзывается поэтому не думаю что это зайдет но с другой стороны исходя из того что я вам рассказала сейчас в предыстории очевидно что для билли а лишь это важный такой поворот момент в ее карьере в ее жизни так что я вас всех очень сильно люблю спасибо что вы сегодня были со мной обязательно делитесь со мной в комментариях своим мнением по поводу всего того что я сегодня вам рассказала понравилось ли вам совместка били с джастином а что скажете о двуличности ержана максима или максима ержана кем бы он ни был ну и конечно же брэдли кубер тварь он дрожащая или право имеет все я вас покидаю шлю вам сердечки и поцелуйчики и до встречи в следующих видео пока